После длительных споров депутаты все же проголосовали за внесение поправки в Конституцию страны, которая делегирует полномочия президенту самостоятельно назначать 17 членов Совета Федерации, не исключив, что среди новых сенаторов может быть и представитель Бурятии. Парламентарии рассмотрели большой блок финансовых вопросов. В программе социально-экономического развития республики не выполнен ряд индикаторов. По мнению парламентария, доклад об исполнении выглядит очень прилизанно, а на деле не отвечает современным требованиям. С точки зрения формального подхода все выглядит более чем благополучно, но в то же время все согласились, что была большая работа, и достижения, и результаты они не должны заслонять тех проблем, которые стоят перед нашей республикой. Некоторые депутаты вообще выразили сомнение в необходимости программы СЭР, ведь бюджет сейчас полностью программный и принимается он сразу на три года. Что касается главного финансового документа, то он просто плачевный, считают народные избранники. Несколько сотен миллионов недополучены из-за закрытия ряда крупных предприятий. Дефицит казны таким образом составляет почти 5 миллиардов. Более того, красноярский филиал финансовой экспертизы выявил 70 миллионов бюджетных переплат на четырех крупных строительных объектах. Коррупция чистой воды, считают депутаты. Я считаю, 7 миллионов рублей лишних проплаченных. Потому что 70 миллионов они посчитали, что лишнее удорожание этих объектов. Четыре объекта. В среднем по 18 миллионов рублей. Поэтому мы говорим, коррупциогенный фактор. Не лучшая ситуация и в сельском хозяйстве. Депутаты буквально продавили закон о государственной поддержке ВАП и КАП. Документ, принятый в 2005 году, просто морально устарел. Вопрос по поддержке этих производителей самый актуальный. На сегодняшний день я до этого говорил, что последние четыре года государственная помощь из года в год уменьшается от сельского хозяйства. Если раньше было у нас около 3%, сегодня на 14-е годы у нас 1,6% от консолидированного бюджета, расходной части. Депутаты внесли очередные изменения в закон о нормативах в образовании, расширили перечень людей, которые могут претендовать на звание ветеран труда России, после чего отправились на парламентские каникулы. Сергей Соголов, Евгений Павлов. Новости дня.